Александр Сергеевич Пушкин, араб Петра Великого Для приобретения знаний, необходимых государству российскому, отправил Петр многих молодых людей в чужие края. В том числе отправлен был и его крестник, араб Ибрагим. Учился он в Парижском военном училище и выпущен был капитаном артиллерии. Отличился он в Испанской войне, получил тяжелое ранение и возвратился в Париж. Петр осведомлялся о своем любимце и всегда получал только лестные отзывы. Император был им доволен, постоянно звал вернуться домой, но всегда находился предлог у Ибрагима, чтобы не ехать. Крайне бережливый для себя, Петр не жалел казны для него. По свидетельству исторических записок, ничто не могло сравниться с легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум вызвали в Париже к нему всеобщее внимание. Дамы хотели видеть у себя царского негра и ловили его на перехват. Обыкновенно смотрели на негра, как на чудо, это оскорбляло его. Сладостное внимание женщин не только не радовало его, но даже исполнило сердце горечью и негодованием. Он чувствовал себя для них чем-то вроде дикованного зверя. Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила Ибрагима от самонадеянности, что придавало его общению с женщинами редкую прелесть. Ему было 27 лет, он был высокостроен, и ни одна красавица заглядывалась на него с чувством более глубоким, чем простое любопытство. Но Ибрагим или ничего не замечал, или считал это праздным кокетством. Когда же он встречался взглядом с графиней Де, которой давно надоело светское остроумие и шутки, недоверчивость его исчезала. С нею было так просто и легко, невозможно было обвинить ее в кокетстве или насмешке. Да и была она значительно старше Ибрагима. Видеть графиню стало для него ежедневной необходимостью. Он не помышлял о любви, но он был влюблен. Встреча с ней стала для него неожиданной милостью неба. Ничего так не воспламеняет любовь, как одобрительное замечание стороннего. Хороший знакомый Ибрагима Мервиль заметил обоюдную привязанность графини и Ибрагима и поздравил его. Надежда вдруг озарила душу. Он влюбился без памяти. Напрасно были ее уверения в дружбе и советы благоразумия. Она сама отдалась новому чувству. Ничего нельзя скрыть от взоров догадливого света. И новая связь графини скоро стала известна всем. Одни смеялись над ней, другим казалось это естественно. Сначала графиня и Ибрагим, увлеченные друг другом, не замечали разговоров. Но вскоре недусмысленные замечания стали известны и им. Для графини, привыкшей к уважению света, они были невыносимы. Ибрагим выносил их нетерпеливо и не знал, чем ответить. Вскоре обнаружилось следствие неосторожной любви. Графиня ждала ребенка. Графиня видела свою неминуемую гибель. Свете спорили, кого родит Д, ребенка белого или черного. Роковая минута приближалась. Графиня была в ужасном состоянии еще и потому, что муж не подозревал о ее связи с Ибрагимом. Наконец, роковая минута настала. Нашли способ удалить мужа. Приехал доктор. Графиня благополучно разрешилась от бремени. Ибрагим в нетерпении вошел в спальню, в ногах графини лежал черный ребенок. Сердце Ибрагима сильно билось. Он благословил сына дрожащей рукой. Мальчика положили в корзину и унесли тайно из дома. А графине подложили другого ребенка, белого. Таким образом, Свет лишился удовольствия опозорить Д, а муж ее остался в неведении. Свет позлословил и замолчал. Все опять пошло обычным порядком. А черный мальчик был отправлен в отдаленную провинцию на воспитание. Графиня влюблялась не первый раз. Ненависть легко могла прийти на смену любви. Ибрагим это понимал, но не мог оставить обольщенную им женщину и вернуться в Россию, куда призывал его Петр из чувства долга. Однажды Ибрагим присутствовал при выходе герцога Орлеанского. Герцог подал ему письмо от Петра I и велел почитать на досуге. Государь угадывал истинную причину, по которой Ибрагим не возвращался в Россию. Он не неволил его с возвращением, даже не лишал материальной поддержки. Это письмо тронуло Ибрагима и изменило его дальнейшую жизнь. Участь его была решена. Он возвращался. Его уговаривали остаться во Франции, говоря, что Ибрагим не подан на Петра. Надо воспользоваться великодушием государя. Ибрагим собрался в дорогу. Он написал Леоноре Де письмо, в котором прощался с ней. Говорил, что в печальной России его ждет совершенное одиночество. Ибрагим выехал в Россию. Была осень, дороги покрыло слякоть. Но ехали очень быстро. До Петербурга оставалось 28 верст. В емской избе Ибрагим встретил Петра Первого. Петр специально выехал к нему навстречу, потому что был уведомлен о его скором приезде. Он ждал крестника уже два дня. Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. Через полтора часа приехали в Петербург. Ибрагим с интересом смотрел на новорожденную столицу, возникшую в Елене Петра. Петербург поднимался из болот, и не было в нем никакого великолепия, кроме Невы. Петр привез его к себе во дворец в царицын сад. Увидел он там царицу русскую, Екатерину, великих княжон. За столом сидели все вместе. Петр расспрашивал Ибрагима с пристрастием и остался доволен знаниями и ответами. После обеда царь удалился отдохнуть. Женщины засыпали его вопросами. Тем временем во дворце собрались важные особы. Ибрагим узнал великолепного князя Меншикова, Якова Долгорукого, советника Петра, ученого Брюса, прослывшего в народе русским фаустом, и много других важных лиц, пришедших к царю с докладами или за распоряжениями. Через два часа встал Петр и занялся государственными делами, взяв с собой Ибрагима в качестве секретаря. Петр работал с каждым. Успел очень много решить и сдать указы, продиктовал Ибрагиму решение. Потом, завершив все дела, сказал ему, «Уж поздно. Ты чаю устал? Ночуй здесь, как в старину. Утром я тебя разбужу». Ибрагим остался один. Он едва мог опомниться. Он находился в Петербурге, видел великого человека. Первый раз он не вспомнил о графине Де. Он понял, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность на благо государства, могут оживить его душу, утомленную парижскими страстями. Мысль быть сподвижником такого человека, влиять вместе с ним на судьбу великого народа, пробудила в нем честолюбивые мечты. С этими мечтами он уснул, погрузившись в привычные сновидения, в далекий Париж, к милой графине. На другой день Петр разбудил Ибрагима и поздравил с чином капитана-лейтенанта бомбардирской роты Преображенского полка, где он и сам был капитаном. Придворные старались обласкать любимца Петра. Ибрагим проводил время однообразно, но деятельно, поэтому не знал скуки. Постоянно общаясь с государем, он лучше познал его характер и нечеловеческую трудоспособность. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Россия представлялась Ибрагиму огромной мастерскою, где каждый работник занят своим делом. Он посчитал себя обязанным трудиться на своем месте, со всей отдачей, на какую только был способен. Труднее было забыть графиню. Иногда ревность доводила его до удушья, горячие слезы готовы были течь под его черному лицу. Однажды он получил через друга Корсакова, приехавшего в Россию от нее письмо. Графиня уверяла его в своей любви и просила хоть изредка писать ей. Но при встрече Корсаков рассказал, что графиня живет весело, взяла себе нового любовника, длинного маркиза Р. От узумления Ибрагим выторщил глаза. Только что он читал о ее любви к себе. Какие чувства владели им? Глубокое уныние. Он долго плакал. Слезы облегчили его. Он поехал с Корсаковым на ассамблею к Петру. На ассамблее Корсакова удивили русские танцы. На Минуэте он решил блеснуть, но оскандалился совершенно. По российскому обычаю на Минуэт приглашает дама, а Корсаков решительно желал сам сделать выбор и подошел к девушке, которая ему понравилась. За это он был наказан огромным кубком Большого Орла, до краев наполненного заморским вином. И к общему удовольствию собравшихся чуть не упал. И еще раз оскандалился он. Петр заметил Корсакову, что в России царь не носит бархатные штаны, потому что это мотовство. А мотов Петр не любит. Выбранная им для Минуэта девушка выбрала на танец Ибрагима. Робко потупив голубые глаза, она подала ему руку. Ибрагим протанцевал с ней Минуэт и повез пьяного друга домой. Александр Сергеевич Пушкин. Араб Петра Великого. Фрагмент второй. Девушка, выбравшая Ибрагима на Минуэт, была дочерью Гаврила Афанасьевича Ржевского, происходившего из боярского рода, владевшего огромным имением. Был он типичным русским барином и не терпел немецкого духу, сохранял дома обычаи любезной старины. Его дочери было 17 лет. Он воспитывал ее сам в традициях этой самой старины. Мамушки, нянюшки, сенные девушки окружали ее, шили золотом по шелку и бархату. Она совсем не знала грамоты. Но противиться велению Петра обучать дочерей политессу и танцам не мог. Поэтому Наталья Гавриловна умела танцевать и танцевать хорошо. Утром Корсаков приехал в дом к Ржевским с извинениями, но не понравился зафронтоватый вид гордому боярину, за что и прозван был мартышкою. Ржевский вообще был привержен старине. Ему не нравились современные наряды, потому что казались неприличными. Раньше платья до сарафаны по наследству передавались, а теперь каждую ассамблею подавай новое. Больше всего ему не нравились сами ассамблеи. Потеряли мужья и отцы контроль над женами и дочерьми. Раньше они хлопотали, как бы отцам и мужьям угодить, а теперь фронтятся, чтобы офицерам вертопрахом приглянуться, чтобы до ночи плясать и с чужими мужчинами бесстыдно разговаривать. Нет, не уважал Ржевский ассамблеи. Вечером у Ржевского собрались гости, родственники и друзья близкие. Сели за богатый стол по старинке, хозяин во главе. Петра не ждали, но его сани подъехали к воротам, дверь распахнулась, и он предстал перед изумленным Ржевским. Быстрые глаза государя отыскали дочь Гаврила Афанасьевича. Он подозвал ее, по-доброму оглядел. «Ты все хорошоешь», — сказал он, покрасневший до плечей девушки. Потом потребовал рюмку анисовой водки, закусил кренделем. Обед продолжался. Петр пробыл немного. Отозвал Гаврилу Афанасьевича, сказал, что ему надо с ним поговорить наедине, взял под руку и увел в другую комнату. Гости остались одни, шепотом толкуя об этом неожиданном посещении царя. Не желая мешать, видимо, важному разговору, гости разъехались. Через полчаса дверь отворилась, и Петр вышел, поклонился хозяйкам и уехал. Гаврила Афанасьевич, возвратясь в столовую, казался сильно озабоченным. Он сказал домашним, что Петр приезжал сватать Наташу. Но за кого? За Арапа Ибрагима. Обещал за это свое покровительство и поддержку. Да и отказать царю никак нельзя. За дверью что-то упало. Ржевский открыл дверь, на полу лежала Наташа в обмороке. Сердце ее замерло, когда царь закрылся с отцом в комнате. Предчувствие подсказывало ей, что разговор касается ее. Наташу отнесли в светлицу, уложили на кровать. У нее началась горячка. Наташа бредила и звала Валерьяна. Умоляла спасти ее. Отец давно подозревал, что между ними происходит что-то. Сирота, воспитанный им, вторгся в сердце дочери. Не бывать этому. Решено. Она выйдет за Арапа. Неожиданное сватовство царя Петра удивило Ибрагима так же, как и Гаврилу Афанасьевича. А случилось это так. Заметил Петр, что его крестник грустный все время. Спросил, что его печалит. Ибрагим уверил государя, что всем доволен и лучшей участи не желает. «Добро», — сказал царь. «Я знаю, чем тебя развеселить, если ты скучаешь без всякой причины. Понравилась тебе девушка, с которой ты танцевал миновет на прошлой ассамблее?» «Она девушка скромная и милая», — ответил Ибрагим. «Так я ж тебя с ней близко познакомлю. Хочешь ли ты на ней жениться? Я, государь? Послушай, надо заводить свои связи с русским боярством. В них будет своя опора. Умри я завтра. Что с тобой будет? Но моя наружность, государь, согласится ли она и ее родственники? А вот я сам сватом буду. Посмотрим, откажут ли». При таких словах государь велел подавать сани и оставил Ибрагима в глубоких размышлениях. «Жениться?» — думал африканец. «Почему же нет? Мне нельзя надеяться быть любимым. Государь прав. Мне должно обеспечить мою будущую судьбу. Свадьба с молодою Ижевскою присоединит меня к гордому русскому дворянству. Я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве». «От жены я не буду требовать любви. Буду довольствоваться ее верностью, а дружбу приобрету нежностью и снисходительностью». Ибрагим хотел заняться делами, но невольно мысли его путались. Он оставил работу и пошел прогуляться по Невской набережной. Вдруг он услышал голос Петра, оглянулся и увидел государя, который отпустил сани и шел следом за ним. «Все, брат, кончено. Я тебя сосватал». Ибрагим сердечно поблагодарил Петра. Наташа проболела две недели. Придя в себя, она не могла вспомнить, что и почему случилось. А в это время в гостиной, в мундире и при шпаге, со шляпой в руках, сидел царский араб. Он пришел с визитом к Гавриле Афанасьевичу. Оказывая ему честь, по научению Петра, он оставил сани за воротами, прошел двор пешком и теперь больше часа слушал о роде Ржевских и о старых обычаях, сам почтительно отвечал и задавал вопросы. Он хотел произвести приятное впечатление на будущего тестя. Ржевскому доложили, что Наташа пришла в себя. Он извинился и ушел к дочери. В сенях его встретила сестра, Татьяна Афанасьевна. Она не хотела допускать жениха к Наташе, боясь за ее слабое еще здоровье. Гаврил Афанасьевич ей возражал, что не дело держать Ибрагима в неведении, да и царь может осерчать. Надо молодых познакомить. Ибрагим уже две недели ездил к Ржевским на правах жениха, но еще ни разу не видел Наташу. Ему говорили о ее болезни. Ржевский вернулся и сказал, что опасность миновала. Наташа пошла на поправку. Он хотел бы провести Ибрагима к его невесте. Наташу в это время старательно одевали и готовили к приходу жениха, этого страшного гостя. Но она о нем не знала, не помнила. Татьяна Афанасьевна взяла Наташу за руку, села рядом на постели, но не успела сказать ни слова, как дверь распахнулась и в комнату кто-то вошел. Наташа спросила, кто пришел. Старушка от страха онемела. Гаврила Афанасьевич отдернул полог и строго посмотрел на дочь, спросил, как она себя чувствует. Суровый взгляд отца ее поразил, беспокойство овладело ею. Она хотела улыбнуться и не смогла. Кто-то стоял в изголовьях кровати. Наташа с усилием подняла голову и увидела царского арапа. И тут вспомнила все. Весь ужас будущего предстал перед ней, но она не потеряла сознание, как в первый раз. Она просто опустила голову на подушку и закрыла глаза. Сердце ее билось часто и болезненно. Татьяна Афанасьевна подала знак брату, что больная Наташа хочет уснуть. Все потихоньку вышли из светлицы, кроме служанки, которая села за прялку. Наташа снова открыла глаза и послала служанку за карлицей, давно жившей в их доме. Она была поверенной сердечных дел Наташ. Но карлица сама догадалась. Уже открылась дверь, и старая круглая крошка оказалась у ее кровати. Ласточка, так называли в доме карлицу, вовсю прыть коротких ножек увязалась за Гаврилою Афанасьевичем и Эбрагимом к Наташиной светелке и затаилась за дверью, не изменяя извечному женскому любопытству. Наташа выслала служанку, и карлица села возле несчастной девушки на скамеечку, возле кровати. Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Ласточка знала все, вмешивалась во все дела и события, хлопотала обо всем и о каждом. Хитрым и вкратчивым голосом она сумела приобрести любовь своих господ и ненависть с всего дома, которым управляла самовластно. Гаврила Афанасьевич слушал ее доносы, жалобы и мелочные просьбы. Татьяна Афанасьевна постоянно справлялась с ее мнением и следовала ее советам. А Наташа давно сделала ее поверенной своего юного шестнадцатилетнего сердца. Ласточка, батюшка меня выдает за царского араба. Лицо карлицы сморщилось еще больше. Она вздохнула. Неужели за меня никто не заступится? Нет, барышня. Араб за время твоей болезни успел всех заворожить. Барин от него без ума. А Татьяна Афанасьевна говорит, жаль, что араб. А лучшего жениха грех нам и желать. Не печалься, красавица. Если уж и быть тебе за арабом, то все ж будешь на своей воле. Теперь мужья жен не запирают. Араб слышно богат. Дом у вас будет, как полная чаша. Заживешь припеваючи? Бедный валериан, сказала Наташа тихо. Тота, барышня, кабы ты меньше думала о стрелецком сироте, так в жару бы о нем и не говорила. Теперь будешь батюшке говорить, чтобы не выдавал тебя за араба. Он и подумает, что из-за валериана. Делать нечего. Покорись воле отца. Судьба свершилась. Слабой и печальной душой покорилась она своему жребию.